Здравствуйте друзья! В этом видео я покажу как установить чип фокусировки или одуванчик Лушникова на переходники, которые не имеют специальной полочки или фланца для удобной и простой установки чипа. В данном случае это переходник Nikon Canon, который позволяет установить объективы с байонетом Nikon F на цифровые и пленочные камеры с байонетом Canon EF. Или на камеры Canon EOS R, EOS RP и EOS M через соответствующие Canon адаптеры. Итак, нам понадобится переходник, чип Лушникова, полочка, небольшой отрезок усиленного скотча для первоначальной наклейки чипа, острый предмет, в данном случае скальпель, маленький надфиль, калибр для установки чипа, штангенциркуль и клей. Самое главное правило, которое вы должны знать и помнить, это то, что высота установки чипа на нашем переходнике должна быть не больше 5,5 мм с отклонением в ту или иную сторону в плюс-минус 0,1 мм. Сначала мы берем переходник, прикладываем калибр и отмечаем границы установки чипа на нашем кольце по калибру. То же самое можно сделать с помощью обычного калибра, который обычно идет в комплекте. И затем мы берем штангенциркуль, ставим его на основание нашего адаптера и измеряем высоту бортика. В данном случае мы видим, что высота бортика составляет искомые 5,5 мм. Обычно высота бортика немножко выше. Именно для этого нам понадобится, когда высота бортика выше, нам понадобится маленький надфиль. Но в данном конкретном случае нам тоже понадобится для того, чтобы убрать с поверхности адаптера хромированное покрытие. Иначе у нас чип не будет держаться. Для ускорения процесса я подготовил уже переходник и отметил на нем границы посадки чипа. Убрал хромированное покрытие снаружи и с внутренней поверхности адаптера. Затем нам необходимо наклеить наш чип на специальную полочку, на которой он будет держаться. Это я тоже сделал предварительно. Вот у нас полочка с установленным на нее чипом. Не забывайте также, когда вы прикладываете одуванчик к поверхности вашего переходника, то одуванчик не должен быть встык с внешним краем переходника. Затем мы наклеиваем на место установки чипа небольшой кусочек двухстороннего скотча. Скотч я тоже предварительно наклеил. Теперь я убираю защитный слой. И снова по калибру приклеиваю одуванчик. Вот, как видите, одуванчик приклеен. И теперь я проверю правильность установки одуванчика в моей камере. Включаем камеру и видим, что камера показывает диафрагму 1.4. Это значит, что чип установлен правильно. В каждом конкретном случае, если вы покупаете одуванчик у меня, он будет предварительно запрограммирован под тот объектив, который вы укажете в заказе. После этого мы вытаскиваем переходник с чипом, установленным на скотч, из камеры. И еще раз, теперь уже изнутри нашего адаптера, отмечаем границы посадки чипа. Затем убираем одуванчик, снимаем с него или с адаптера остатки двухстороннего скотча. И предварительно смоченной в изопропиловом или в обычном спирте ваткой или, как у меня в данном случае, кусочком поролона. Обезжириваем поверхности. Ждем, когда высохнет спирт. И подготавливаем клей и зубочистку для нанесения клея на поверхность переходника. Клея нам нужно очень-очень немного. Буквально одна капля. Затем мы наносим клей на поверхности нашего адаптера. Снаружи и изнутри. Ни в коем случае не наливайте клей из тюбика. Затем мы берем опять же калибр, чтобы нам не ошибиться. И прикладываем одуванчик уже на нанесенный клей. Проверяем плотность его наклейки. Убираем выступившие излишки клея. Потом, когда вы уже все это наклеите, сделаете окончательно чистовую зачистку. И ждете некоторое время, пока клей окончательно высохнет. Для этого может понадобиться 1-2 минуты. И затем снова проверяем адаптер с установленным чипом в камере. Как вы видите, камера показывает значение диафрагмы 1.4. Это значит, что мы все сделали правильно. Все. Одуванчик наклеен. И переходник с одуванчиком. Полностью готов к работе. Спасибо за внимание. Продолжение следует. Продолжение следует...